Всем привет! Привет-привет! Мы давно, мне кажется, не были в Питере, у нас всё Крым, да Крым, да Крым, да Крым. И сейчас мы наконец-то вернулись с Крыма и будем снова вам показывать интересные места в прекрасном городе Санкт-Петербурге, в котором сегодня на редкость замечательная погода, голубое небо, солнце и всё замечательно. У тебя хорошее настроение? У меня отличное, потому что правда по приезду с Крыма это первый солнечный день. Вообще, мы сегодня полны энергию, у нас сегодня очень, мы вам сегодня покажем очень интересное место, в которое советуем вам обязательно сходить, когда вы приедете в Санкт-Петербург. Ну и дальше, если вы живёте в Санкт-Петербурге, обязательно стоит там побывать. Да. Ты же там не была тоже? Нет, я ещё пока там не была. Я тоже не была. Ну, в общем, это место находится, мы сейчас снимаем у Адмиралтейства, и возле Адмиралтейства есть одноимённая станция, Адмиралтейская. Да. И там несколько лет назад открылся Гранд Макет, Петровская акватория, где можно посмотреть достопримечательности Петербурга и его пригорода. Сейчас мы будем переходить в Гороховую улицу. Вообще, это такой километрический, можно сказать, центр Санкт-Петербурга, потому что не просто так всё задумано. Идём сюда посередине. Ой, давай, перейдём на дорогу. В общем, мы дошли до этого Адмиралтейского комплекса. Вот оно метро. Метро Адмиралтейская. Метро Адмиралтейская. И посередине находится торговый центр. Да. Там Гранд Макет. Торговый разведательный центр Адмирал. То есть вы заходите, вы сразу увидите лифт, где будет написано, что Гранд Макет наверх. Мы с Анютой вот на входе уже нашли Гранд Макет. Да, это Петербург. И, знаете, я буду сейчас ошибиться, потому что тут очень странная панорама на самом деле. Итак, в общем, мы сейчас поднялись на пятый этаж, где находится весьма скромный фут-корт. Но вы здесь можете выпить кофе. Конечно, сегодня итальянская кухня закрыта. Сушки тоже вы не поедите. Но можно поесть очень вкусные пирожки в ватрушке. Я вам, кстати, рекомендую пирожок с брызганой зеленью. Очень вкусный. Также мы выяснили, что Гранд Макет работает с 11 до 9 вечера. Каждый час начинаются экскурсии. Студентам скидки. Студентам и школьникам скидки. 250 рублей. 200 рублей для годной категории. Но если вы не попадаете ни под одну категорию, то билет стоит 400 рублей. Но поверьте, поверьте нам. Мы, конечно, туда еще не пришли. Но, судя по озу, эти 400 рублей того стоят. Кстати, мы сейчас покажем. Мы вот сейчас сидим на пятом этаже. В Гранд Макет отдельный лифт. Да, отдельный. Я, кстати, этого не знал. Если бы по Ните не сказал. Прекрасная Анита. Она не только прекрасная, но еще и умная. Итак, мы немного ошиблись на самом деле. Потому что это экскурсия с 11 до 21. А сам Гранд Макет открывается с 10. И работает тоже с 10. С 10 до 10. Да, вот полно времени. А вот он лифт. Сейчас прекрасная Анита будет пытаться получить бесплатный ознакомительный билет, потому что она все-таки гид по Санкт-Петербургу. Я не очень представляю, как это делается. Но сказали, в нашей детской группе написали. А не опять халява. Халява, плифт, что можно получить бесплатный билет в ознакомительных целях. Сейчас постараюсь это сделать. Я получила свой бесплатный билетик. И это прекрасно. В общем, мы зашли. Итак. Это очень круто. Посмотри, она появится. Мой детечка. Это зима. Видишь, что это дело такое? Вот все шикарно. Просто они... Это у меня уже восторг. О, смотри по реке. Вот все классно. Смотри, раз уж мы заговорили про реку, заговорили про корабли, то напомним о том, что Петр Первый является основателем российского военно-морского слота. И первые верфи, одни появились в Санкт-Петербурге одновременно с началом строительства города, строительства Адмиралтейства, которое изначально предназначалось для того, чтобы... Для верфей. Ну, это Адмиралтейство, наверное, тех времен, да? Нет. А, вот он, Невский, типа, до этого пошел? Нет, ну, это не совсем... Нет, вот это не совсем Невский. То есть, получается, вон там вот, да, вот та часть, это как бы Невский. А, вон Невский, оттуда. Вот Невский, да. Смотри, если вот посмотреть на Адмиралтейство, то сейчас вот... То есть здесь мы его видим таким, какой он есть на самом деле, вот сейчас, в данный момент. Но он же не раз перестраивался, изначально это был совсем малюсенький-малюсенький дом. Слушай, а это, походу, видишь, вокруг Адмиралтейства забор, видишь, это, наверное, макет все-таки так... Это того, в Питере, древнего. Ров убрать и сделать там сад, который сейчас вносит название Александровский сад. Блин, а мы еще с другом, я говорю, а как они в этом Адмиралтействе спускали на воду корабли? Оказывается, ров был? Да, был ров, просто его потом, потом его засыпали. Его засыпали и сделали просто Александровский сад, который очень быстро стал одним из любимых мест для прогулок в городе. Офигенно. Не знаю, видно, не видно будет на камере, но тут идет дым из трубы. Мы находимся сейчас в поисках Дворцовой площади. И никак не можем ее отыскать. Вот прям совсем у нас не получается это. Прям нам очень тяжело, мы ее ищем, ищем, и никак не можем найти. Дым опять пошел. Короче, мы что-то думаем, что это очень ранний Питер. На месте Дворцова и вот какие-то постройки. На самом деле я Дворцовую площадь не вижу, но я вижу Эрмитаж. Где ты видишь Эрмитаж? Вот. Вот он. Вот Эрмитаж. Вон я вижу Зимний Дворец, Малый Эрмитаж. А вот еще Пожарная Каланча. Где Пожарная Каланча? А, да. Вот Малый Эрмитаж, потом Старый Эрмитаж и Эрмитажный Театр. А Нового Эрмитажа еще нет, потому что это макет 18 века, а не 19. А Новый Эрмитаж был построен в 19 веке. А почему нету этого, где мы с тобой шикарные картины смотрели? Что? Шикардосовские картины, где мы с тобой смотрели. Почему есть? Ну, Нового Эрмитажа пока еще нет, это макет в 18 веке. Нет, напротив Эрмитажа. Потому что тоже в 19 веке был построен. Как это называется? Главный штаб. Да. Он в 19 был построен? Да, в 19, это 18 век. И раньше возле Зимнего Дворца была вот такая, думаешь, полянка? Вполне вероятно, почему нет. Нельзя руками овцы, сказали же. Да ладно, я тоже как бы накосячила. Вон кораблики плавают. И лед, вот это классно, что они лед. Смотри, а вот это вот что такое? А это купание на крещение. Да, это купание на крещение, действительно. Всегда именно у Невы в дни крещения, в Неве, рядом с Зимним Дворцом, делалась... Руня, прорубь. Да, делали прорубь. Вообще, на дни крещения еще повинят, допустая. Вот. И процессия прямо из Зимнего Дворца у нас пришлась к ночь. Ночь. Боже, у нас наступила ночь. А? Какая, у нас наступила ночь. На кораблях он зажглись огнем. А там лето. А, тут разные времена года. Мы сейчас были около зимы. А вот осень. Кронштадт. Придевительно, да, как прекрасно, да, как красиво в Кронштадте. А сейчас этого вообще далеко не будет. Поэтому... Нет, в Кронштадт интересно съездить погулять, съездить в морской собор. Морской собор это самое интересное, что есть в Кронштадте. Вот. И больше в Кронштадте ничего интересного нет. Потому что... Ой, задри вам, мосты сводятся. Не спешиваются. Вроде ничего такого, да. Прямо, ну, что мы поставили. Ну, какой-то макет, да. А задрила, что по мосту поехала. Ну, ну, это настолько классно. Это столько, вот, столько впечатлений. Прямо, вообще. Слушай, вот этого дома нету, по-моему, в Кронштадте вообще. Слушай, я вот тоже не помню. Да вообще сейчас Кронштадт так не выглядит, если честно. Все, ничего не знаю. И вот этого нету дома тоже. Да, там обычно уже город советской застройки. О, это Оренбаум. Да, это Оренбаум. Если куда мы обязательно должны съездить. Потому что Оренбаум недавно отреставрировали. И вы просто не подоставляете, насколько туда приятно приезжать. И там очень, даже если ты не заходишь в сам дворец. Хотя говорят, что это очень интересно в Меншиковском дворце. Но там очень красивый парк. Ой, смотри, тут какие-то посиделки. На полянке. Крутя-крутя. Тут написано ограбление в парке. И вот происходит ограбление в парке. И это одна из трепостей. О, сейчас будет темно. Смотри, здесь движется, получается. О, там уже потемнело. Все, у нас опять наступает ночь. Ура, ночь. Сверточки и запели, слышишь? Да, это вообще... А вот видишь, костер горит. Где? Да, да, горит костер. А вон возле костра кто-то стоит. Да, никого не грабят, просто кто-то стоит. Обалдеть. И костер... Ну, как, костер сейчас потопнет? Нет. А, возле костра тоже стоит. Печенеги на кого-то наступают где-то, наверное, музыка такая играет. Какие печенеги? 18 век, какие печенеги? А вот сейчас, смотри, он к мосту подъедет, а мост поднят. А он опустится? Скорее всего, я думаю, что опустится. Ну, по идее, должен же... Да, и мост опускается. Поехал. Крутяк. Слушайте, вот я взрослый человек, да? А меня просто это настолько завораживает, я не могу. Ой, а что это за дым пошел? А, это стрельно. Кто-то, наверное, где-то стрельнул. А где дыма? Я не вижу дыма. Вон. Смотри! Шалаш! Вот, на дереве шалаш. Нет, ада. А вот тетенька что-то убирает. Дикая пасека. Медведь на дереве. А где? Вот! Медведи на дереве. О, пасека. Все, и сейчас мы, короче, мы приехали в Петергоф. Да. Вот Петергоф начинается. Да, там был раньше фермер... Почему мы здесь видим ферму? Был фермерский дворец, сейчас его уже нет. Он очень сильно пострадал в годы войны, как и весь Петергоф. Вот и мельница, которую мы оттуда видели. Возле мельницы эти. Как называется? Сено. А вот сено заготовки. Смотри, полполя скошенных. Видишь, они стоят? А вон, смотри, айс на дереве. Вон, видишь, айс на дереве. Да. Кстати, здесь уже мы видим фонтан Самсон. То есть это уже такая более поздняя вариация во времена Анны и Анны. Вон он, Самсон. Это Нижний парк? Это Верхний парк. Верхний парк. Ну да, это если вы приезжаете... Из Петергофа вход вот отсюда. Если вы приезжаете на маршрутке, то вы заходите отсюда. Если же вы приезжаете на Метеоре, а я вам советую приезжать на Метеоре, то... То вон оттуда. То оттуда, с другой стороны. Не с Верхнего парка. Кстати, вход в Верхний парк абсолютно бесплатный. И любой может прийти и погулять по Верхнему парку. А вот как раз... Вот как раз... Леша, если ты будешь смотреть, смотри, как происходило это. Мы с Лехой все думали, как они на небо спускали. Я говорил, что вот тех домов, которые вот тут сейчас, их не было просто. И вот как это происходило. Кстати, например, Гоголь очень не любил Питер. Потому что Гоголь жил во времена Николая Первого. И там была совершенно иная архитектура. Не было вот этой красоты. Все эти все желтые здания. О, смотри, корабль спускается. Корабль спускается по воде. Гоголь ненавидел Санкт-Петербург. Считал, что в его самым уродливым в мире городом. Вот мы погуляли по Гранмакету. Мы начинали у Адмиралтейства. И заканчиваем у Адмиралтейства. Очень все нам понравилось. Обалденные макеты, обалденные фигурки, лошадки. Лошадки, все движется, везде все можно почитать. Можно посмотреть, как кого-то грабят. Как кто-то защищается от... Не кто-то, а Михаил Ломоносов защищается от пьяных матросов. Как... Мосты опускаются, лошадки переезжают через мосты. Это прямо вот такой... Ты ходишь как ребенок с открытыми глазами. Ты на все смотришь и везде говоришь, крутяк. В общем, советуем это место. Да, не жалейте 400 рублей. Обязательно приходите сюда. Это того, что это. Ну, с вами были Анита. И Игнат. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. Пока-пока. До встречи. Да, пока-пока. У нас наступает ночь. У нас наступает ночь.